Всем привет! Наступило воскресенье, и это значит, что очередные выходные медленно, но верно подходят к концу. Но есть и хорошие новости, а именно выход очередного выпуска передачи IGM News, в котором мы расскажем вам о самых интересных событиях в мире игровой индустрии за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Nintendo выпустила картонный конструктор для Switch. Тюремный срок для взломщика Pokemon Go. Ubisoft случайно выпустили раньше срока дополнения к Assassin's Creed Origins. Авторы Forza Horizon работают над дополнением Fable. После того, как Nintendo Switch превзошла все ожидания, касавшиеся её продаж, в японской компании решили ковать железо пока горячо и стараться не пропадать с первых страниц СМИ. Так, на прошлой неделе состоялась конференция Nintendo Direct Mini, а на этой разработчики презентовали самый настоящий картонный конструктор, который можно подключить к консоли. Необычный гаджет получил название Nintendo Labo и будет представлять из себя не только набор картонных поделок, но и ряд мини-игр, с которыми можно будет взаимодействовать с помощью конструктора. По словам представителей японской компании, гаджет поможет детям научиться делать вещи своими руками, не отрываясь от новых технологий, а также поспособствует совместному отдыху детей и взрослых. Одни будут читать интерактивные инструкции, а другие собирать игрушки. Продажи Labo стартуют 20 апреля, и, несмотря на то, что цена для российского региона пока неизвестна, жителям Америки предстоит отдать 70 долларов за набор, состоящий из руля, пианино и рыбалки, и 80 за конструктор робота. Как это обычно и бывает, столь необычный анонс сразу стал поводом для шуток в интернете, но ни одна из них не смогла превзойти реальный случай, произошедший в Германии. По словам представителей рейтингового агентства USK, они приняли новое аппаратное обеспечение от Nintendo за бумажные отходы и едва не выбросили его в мусор. Вот уж действительно контроллер будущего. От новостей про технологии будущего перейдем к самой настоящей криминальной хронике и расскажем о британском хакере Алексе Бесселле, получившем два года тюрьмы за взлом Pokemon Go. 21-летний взломщик создал сеть, нарушавшую работу серверов популярной мобильной игры, в которую, по словам стороны обвинения, входило более 9 тысяч компьютеров-зомби, регулярно проводивших хакерские атаки на крупные компании. Так, от действий Бесселла пострадали не только разработчики, Pokemon Go, но и представители таких организаций, как Skype и Google. Самого взломщика при этом тяжело назвать благородным борцом с системой, поскольку он владел крупным сайтом, продававшим различные вредоносные программы и заработал на этом деле около 500 тысяч долларов. Всего хакеру предъявили более 10 пунктов обвинения, а сам он активно сотрудничал со следствием, что и легло в основу довольно мягкого приговора. В общем, в данном случае человека посадили за дело, а не за игру в церкви. Так что можно уверенно сказать, что справедливость восторжествовала. Довольно забавный случай произошел на этой неделе в стане разработчиков Assassin's Creed Origins. Из-за ошибки сотрудников Ubisoft владельцы Xbox One получили возможность на неделю раньше установить дополнение незримое, о котором мы рассказывали в ролике, посвященном самым ожидаемым проектам января. Разработчики быстро исправили свое упущение, но, несмотря на это, ряд пользователей уже успел установить DLC, выход которого назначен на 23 января. В Ubisoft поступили благородные, разрешили удачливым игрокам наслаждаться дополнительным контентом, но при этом попросили не раскрывать подробности сюжета для остальных поклонников проекта. История незримых продолжит сюжет оригинальной Origins и расскажет о борьбе главного героя с римскими оккупантами, ставшей важной вехой в формировании Братства Ассасинов. Помимо этого, покупателей DLC ждет новая локация, а также возросший максимальный уровень прокачки персонажа. Ждать этого добра осталось всего несколько дней, так что не стоит особо расстраиваться, даже если вы не вошли в число счастливчиков, скачавших дополнение раньше времени. Отличные новости для всех поклонников серии Fable. По информации портала Еврогеймер, издательство Microsoft запланировало возвращение некогда популярной франшизы и поручило работу над перезапуском британской студии Playground Games, известной погоночному симулятору Forza Horizon. Как сообщают журналисты, разработка проекта находится на ранних стадиях и в компании все еще занимаются поиском сотрудников, готовых трудиться над возрождением культовой игры. Так, в ноябре в состав Playground вошли сотрудники, работавшие над Hellblade, GTA V и Metal Gear Solid, а также арт-директор Hitman. Напомним, что серию Fable было решено закрыть в 2016 году вместе с отменой Fable Legends, призванной радикально изменить концепцию франшизы. По словам разработчиков закрытого проекта, в нем был сделан серьезный акцент на мультиплеер, а также сюжетные DLC, выпускать которые планировалось в течение нескольких лет после релиза. По информации Еврогеймер, игра, работа над которой стартует сейчас, отошла от этой концепции, будет ближе к классической одиночной экшен-РПГ, которой являлась оригинальная Fable. На подобный ход издателей вдохновил успех Horizon Zero Dawn, преодолевший планку в 3 миллиона проданных копий, несмотря на свой эксклюзивный статус и направленность на одиночное прохождение. Что ж, новая Fable — это действительно здорово. Остается надеяться, что команда, подобранная Microsoft, быстро освоится в новом для себя жанре и порадует всех нас достойным наследником отличной игры. Вот и всё. Обсуждайте новости прошедшей недели в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски нашей передачи и вступайте в сообщество IGM в ВК. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok